Красноярский пройдет второй межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока. Он называется «Сибирь Террамагика» и стартует 1 июня. К нам приедут лучшие кукловоды страны, причем они привезут спектакли не только для детей, но и для взрослых. Вот о том, какая программа готовится, мы сегодня поговорим с исполняющим обязанности главного режиссера Красноярского театра кукол, членом экспертного совета фестиваля Борисом Смелянцем. Здравствуйте, Борис Львович. Здравствуйте. У вас подготовка к этому глобальному событию в самом разгаре. Расскажите, что, какие театры, какие постановки приедут в Красноярск, на что нам обратить внимание? Я вас немножечко поправлю. Они не только для детей, а совсем не для детей, скажем так. Да, то есть 18 плюс. Потому что детских спектаклей таких 3 плюс, 4 плюс вообще не будет. Как-то так случилось, что мы экспертным советом отобрали лучшие 12 постановок, и только 3 из них более-менее детские, да, 6 плюс, 7 плюс. Все остальное 12, 16, 18. Даже 18 плюс, да? Даже 18 плюс, да, потому что серьезные работы. И с театра из Хакассии по дневникам Колчака. Это очень серьезная и такая спорная работа. Очень сложно о ней сейчас говорить. Вот, потому что я видел это только в записи, да, и обязательно посмотрю вживую, обязательно стану участником этого спектакля. Это замечательная совершенно работа Хабаровского театра, станция Тевле, по воспоминаниям бабушки-режиссера, да, посвящена Холокосту. Ну, очень много спектаклей для взрослых. Вот скажите, если вызываете темы «Колчак», «Холокост», действительно достаточно серьезные, да, такие глубокие темы, мы же привыкли как? Если театр кукол, то это, значит, спрятанный актер, у него кукла на руке, да, и вот там малыши 4-5-6 лет, они там что-то смотрят. На самом деле кукольный театр может быть другим? Конечно. Он и был раньше другим. Просто, ну, в момент советской действительности нашей Родины было принято решение наверху, что детским воспитанием будут заниматься театры кукол. Почему? Потому что это образы, это ассоциации, и ребенок быстрее включается на какие-то такие вот, скажем так, живые картинки. И девизом было «Развлекая паучай». А на самом деле этот паучай было в течение всей жизни театра кукол, да, до исторических, скажем так, времен, потому что уже доказано учеными, что театр кукол возник давным-давно и намного старше, чем театр Брамы, который так образовался в районе Греции, да, Древней Греции. А театр кукол, он был еще до этого. Так вот, никогда не было четкого распределения в театре кукол для детей или для взрослых. Это был семейный театр, и в Европе он практически таким же и остается. Мы сейчас возвращаемся к тому, что было, и поэтому для того, чтобы подготовить или как-то окунуть нашего красноярского зрителя вот в эту историю театра кукол, и были выбраны вот эти спектакли. Забегая вперед, может быть, но хочу вас спросить, а вы, Красноярский театр кукол, готовы вот пойти по этой стезе и ставить постановки для взрослых, раскрывая какие-то, ну, такие серьезные глубинные темы? Видимо, вы давно не были у нас в театре. Давно? Да. Признаюсь. Потому что у нас есть репертуар для взрослых, репертуар «16 плюс». Это три совершенно замечательных спектакля Руслана Кудашова, поставленные в разное время, и он назвал их «Триптихом». Вот никто до последнего спектакля не догадывался об этом. У нас есть «Сологуб», у нас была «Пиковая дама». Мы не просто готовы, мы уже в этом участвуем. И наш зритель, красноярский кукольный зритель, скажем так, он уже знает об этом. Поэтому мы совершенно не боимся, что у нас в фестивале будут вот такие серьезные работы. Хотя, если говорить о, скажем так, детских работах, например, спектакль «Волшебная лампа» Аладина, да, она стоит под грифом «6 плюс». Но на самом деле это спектакль не о джинах, не о волшебстве, это спектакль про любовь, где участвуют совершенно замечательные винтажные куклы, новые, необычные механики, они штоковые, марионетки и тростевые. Ну, это очень долго я могу рассказывать об этом. Вот. Но я бы готовил, если вы пойдете туда с ребенком, к тому, что это не тот «Аладдин», который мы знаем, диснеевский мультик, а это история про настоящее какое-то такое вот светлое чувство. Театр кукол – это все-таки некая камерность, да? На каких площадках будет проходить ваш фестиваль, куда людям приходить? И сразу же вдогонку еще вопрос, чем вы руководствовались как эксперт, выбирая работы на фестивале? Дело в том, что у нас в городе, в Красноярске, мы находимся в жилом здании, у нас такое небольшое, уютное, но небольшое камерное помещение, да, у нас зал на 100 мест, на 96 мест, сцена небольшая. И те спектакли, которые мы выбрали, не все встают на нашу площадку. Поэтому мы сотрудничаем с пятью площадками города. Это театр оперы и балета, это институт искусств, это музыкальный театр, это город ДК, и образовательная программа будет на площадке дома актера. Почему? Потому что спектакль, например, Томского театра, он рассчитан на большую сцену. И он никак не вставал на нашу сцену, да, поэтому они будут работать в школе искусства. Так далее, так далее, так далее. А чем руководствовались? Руководствовались тем, во-первых, интересно-неинтересно, ново-не ново. Это может быть старая история, как волшебная лампа Алладина, да, но открыто с какими-то новыми приемами, да, какая-то новая линия в режиссуре. Естественно, актерское исполнение. Естественно, какая-то новизна для нашего красноярского зрителя, того, который посещает наш театр и уже знает наш репертуар. Мы старались выбирать спектакли тех техник и тех форм, которые не очень использованы сейчас у нас, да, так, чтобы тоже удивить. Вот. Скажу так, что мы в экспертном совете про первые, там, скажем, 7-8 постановок даже не спорили. Мы их просто назвали и сказали, что это точно. Да, потому что они удивили, порадовали, их хочется смотреть, их хочется посмотреть вживую, их хочется этим поделиться с людьми. Вот. А по поводу остальных, да, еще скажу, что у нас предполагалось 10 конкурсных участников, но так как было, не было единогласия в экспертном совете, да, вот какой спектакль там, да, оставить, мы вышли с предложением к дирекции, дирекция согласилась с нами, мы увеличили на два, да, количества. То есть конкурсная программа это 12 и будет еще... Нет, должна была быть 10, а теперь 12. А вот еще вне конкурсная программа, еще два театра к нам приедут, это Московский областной театр кукол, мы тоже с ними давно дружим, и вот у них поставил совершенно недавно Олег Жужда, знаменитый режиссер в кукольных кругах, Тристану и Зольду. Очень интересная, тоже спорная постановка, я очень жду, когда они приедут, так, чтобы с Олегом встретиться и поговорить с ним. Вы достаточно смелый человек, потому что вот рассказывая о постановках, вы уже неоднократно говорили слово неоднозначное и смелое, да, поэтому я думаю, красноярским зрителям придется удивляться. Не просто удивляться, но и думать. Думать о том, о чем эта история, потому что Тристан и Зольда, как бы такая рыцарская история про любовь, про долг, кто там что выбирает, а Олег это решил немножечко с другой стороны, это такая камерная история, такая, я бы даже сказал, домашняя, в стиле шахматного такого клуба, но это мое впечатление, да. И второй участник вне конкурсной программы, в программы это театр Кукфо, кукольный формат из Питера, из столицы кукольной нашей замечательной страны. вот, они привезут Птифур, бабушки, это золотомасочный спектакль, видел его два раза, пойду еще раз обязательно, и к зрителям хочу обратиться с тем, что если вы хотите попасть на этот спектакль, нужно об этом сейчас позаботиться, потому что билеты... билеты уже в продаже, да, все, на все спектакли можно купить билеты по Пушкинской карте, вот каким-то образом, наши администраторы это сделали, вот, пожалуйста, дорогие друзья, вот сейчас позаботьтесь об этом, потому что перед самим фестивалем, скорее всего, на многие спектакли билетов не будет. У нас каждый коллектив показывается два раза, по два спектакля играют, первый спектакль для... У нас время уже, к сожалению, заканчивается. Да, первый спектакль для фестивальной публики, а второй фестиваль для нашего зрителя, так что не так много возможностей. Хорошо, спасибо, Борис Львович, что пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы, вам удачи. Я напомню, о предстоящем фестивале мы разговаривали с исполняющим обязанности главного режиссера Красноярского театра «Кукол» и членом экспертного совета фестиваля Борисом Сминянцем.